Я приветствую вас на нашей земле. В этом году у нас проводится вторая встреча с газетой «Крестьянина», журнал «Крестьянин», День поля, который проводится у нас на КФХ «Юзефов». Я очень благодарен всем гостям, которые к нам приехали посмотреть. Я благодарен нашим партнерам. Хочу благодарность, как говорится, на всю страну объявить. С теми, с которыми очень мы давно работаем, которые нам поставляют качественные семена. И вот сегодня мы посмотрим, что это действительно так. Картофель в этом году практически все сорта показывают хорошую основу для будущего урожая. Поэтому мы сейчас начинаем совещание. Сейчас слово предоставим и дадим главе района нашего Семикаракорска Леониду Николаевичу. Добрый день, дорогие друзья. Я рад приветствовать вас на Семикаракорской земле с чувством гордости, что именно на Семикаракорской земле есть такие хозяйства, есть такие руководители, которые действительно достигают вершин. Вершин это, в общем-то, реально, потому что мы первое место в области занимаем по объему производств выращивания картофеля. Но кроме картофеля, я думаю, Николай Николаевич еще познакомит с теми видами урожая, которые он планирует получить в этом году. Я думаю, что виды у нас и по зерновым будут неплохие в этом году, и мы не ударим лицом в грязь. Я думаю, что у нас будут виды по кукурузе. То есть, вот такие хозяйства, такие хозяйства, наверное, на таких хозяйствах, наверное, и держатся районы. Ведь, кроме всего прочего, урожаи, они за собой влекут, это места, рабочие места, это заработные платы. И это основная составляющая то, за счет чего живет район, то есть это градообразующие предприятия. За счет тех отчислений, которые получает район, мы ремонтируем школы, содержим больницы, папы и так далее, и так далее. Ну, я рад, что вот это вот взаимодействие у вас налажено с журналом очень знаменитым, что у вас взаимодействие налажено с партнерами. Процветание вам, всего самого-самого доброго. И думаю, Семикаракорский район самый лучший. Спасибо. Спасибо. Еще слово хотим предоставить, как раз вот наши земли находятся на Сусадском поселении, вот главе Сусадского поселения Юрий Александрович. Ну, что я хотел бы сказать. Первое, это на территории крупное предприятие, которое сегодня работает, это рабочие места для нас. Это защищенность в первую очередь наших жителей, потому что это стабильная заработная плата, стабильные отношения в течение всего года, не только в промежутке, когда урожай на сегодняшний день, но и в течение всего года. Поэтому я хотел бы поблагодарить, конечно же, всех работников, которые выращивают на сегодня эти культуры, с тем, чтобы это делается не в благо, как сегодня, а для себя, можно сказать, для своих детей, для своего будущего. Вот это понимается. И второе, конечно, это все благоустройство земельных участков. Ранее было сложности здесь, и можно было обнаружить и дикорастущие растения, но сегодня на моей территории практически все земли ухожены, и я дай Бог, чтобы это так и было. Удачи вам, счастья и благополучия всем работникам. Будем стараться. Спасибо. Ну, я еще, правильно Леонид Николаевич сказал, на сегодняшний день у нас еще, кроме картофеля, 1200 гектар лука, 3200 пшеницы, 800 гектар кукурузы и 500 гектар гороха, 350 ячменя, 300 гектар подсолнечника. Ну, а на сегодняшний день, как правильно Леонид Николаевич подметил, что не знаю, как у кого, но пшеница у нас хорошая. Я думаю, мы получим не меньше урожая, чем получили в том году. Поэтому это не говорит о том, что вот просто так повезло, это правильно сказано, это заслуга нашего коллектива, и то, что мы всегда готовы и готовимся к самому худшему состоянию. Поэтому с осени готовим хорошие семена не только картофеля, но и пшеницы, и гороха, и ячменя. Подходим, это с полной отдачей. Это подкормки, это обработки. Вот весной, да, пришлось дополнительно покупать и азота, подкормки делать, и аминокислоты. Поэтому пшеницу наши агрономы вытянули и сделали. Ну, я считаю, на сегодняшний день я доволен, что все вы увидите. Сейчас мы проедем на нашей экскурсии, вам покажут наши агрономы, расскажут о сортах. Я бы еще хотел, пользуясь то, что Николай Васильевич, вот мы сотрудничаем давно с крестьянином, то, что огромное спасибо выразить институту Краснодарскому, Зерноградскому и всем вот стоящим здесь, что они действительно доверяют нам на испытания новые сорта картофеля, новые сорта кукурузы, новые сорта пшеницы. А это, вот поверьте, это большая ответственность. Агрономы делают это все очень достойно, смотрят за каждой культурой. Но и нам большой плюс. Благодаря вот этим конференциям и вашему доверию, мы подбираем себя в нашем регионе. Именно семена, которые нам нужны. Они высокоурожайные и на сегодняшний день, ну вот в том году, в этом году посмотрим. В том году были поля, когда зерновые давали нам 94 центера с гектара. Даже я прожил немало, такого никогда не видел. Поэтому огромное спасибо всем тем, кто с нами работает. Также Ольга Георгиевна Назаренко, она работает с нами. Николай Григорьевич работает тоже с нами. Известные ученые. Да, известные ученые. Они проводят здесь на полях опыты. Ну, наверное, пишут для нас всех, для будущего поколения диссертации и справочники, по которым можно действительно пользоваться и работать. Все, спасибо. Спасибо, Николай Николаевич. Добрый день, уважаемые участники Дня поля. Его мы назвали вот совместно с крестьянско-фермерским хозяйством Юзефа. Второй хлеб России. Мы его уже второй год проводим. К сожалению, ограничения, связанные с коронавирусом, вынудили нас пригласить малое количество участников. Но, тем не менее, благодаря нашим ресурсам, это имеется в виду сайт Агробук, наши печатные издания, мы расскажем о том интересном опыте, который здесь имеется. Я хочу напомнить, уже Николай Николаевич сказал, что 1200 гектаров под картофель отведено в хозяйстве. Это крупнейший показатель в Ростовской области. И на юге России, наверное, сложно будет найти еще такое хозяйство. Тем более, с высокими урожаями 550-600 центнеров с гектара. Мы посмотрим сегодня и семенные участки, где проходят обкатку новые сорта. Перед тем, как на производственные поля попасть хозяйство, мы увидим уборку урожая с использованием современной техники, сортировку. Лук увидим, который тоже уже вырос и дает хороший урожай. Мы посмотрим овощехранилище современное. Ну, в общем, пройдемся по всей линейке. Мне особо хочется подчеркнуть, что сегодня генеральным партнером нашего мероприятия является торговый дом «Агротехник». Мы очень благодарны ему. Партнеры нашего сегодняшнего мероприятия по ходу наших остановок на полях и на объектах производственных примут участие и дополнят выступления членов хозяйства, руководителя Николая Николаевича. Поэтому спасибо всем, кто откликнулся на наше приглашение.